Круглые черви. Какие имеются аромофозы? Это раздельная полость, это появление первичной полости тела, это третий отдел пищеварительного тракта. Внешнее строение, это тело, оно веретиновидное, сужение на концах, отсутствуют сегменты, отсутствует способность к регенерации. Покровы тела. Тело покрыто кутикулой, толстой, многослойной. Она содержит коллаген, что придает механическую прочность и кератин, что обеспечивает плохую проницаемость для химических веществ и липиды. Функции кутикулы это защитная и опорная. Опорная заключается в фиксации мышц. Гиподерма. Гиподерма это неклеточная структура по типу симпласта. Ее функции это синтез кутикулы, депо питательных веществ и барьерная. Гиподерма образует внутрь тела 4 валика, из них образуются 4 тяжа и каналы выделительной системы. Мышцы гладкие, первый слой продольный. Кутикула, гиподерма и мышцы образуют вместе такое образование, как кожно-мускульный мешок. Полость тела. Она первичная, не имеет эпителиальной выстилки, заполнена жидкостью под давлением. Своего рода скелет, который выполняет транспортную функцию. Перейдем к системам органов. Нервная система представлена типа ортогон. Это крупные нервные тяжи в спинном и брюшном валиках гиподермы. Выделительная система. Она измененного протонев идеального типа. Имеются 2 гигантские клетки в гиподерме, шейные железы, гиподермальные железы. От них отходят каналы выделительной системы в боковых валиках гиподерм. В задней части каналы слепо замкнуты. В передней они открываются наружу. Кровеносной дыхательной системы нет. Пищеварительная система. Имеется 3 отдела. Это передний, средний и задний. Передний происходит из эктодермы, покрыт кутикулой. Имеется пищевод, который образует расширение или бульбус. Средний из энтодермы. Выслан эпителия. Задний это эктодерма. И также выслан кутикулой. Пища движется в одну сторону из-за сфинктеров. У круглых ротовое отверстие окружено производными кутикулой. Это губы, зубцы. Например, анкилостома. Режущие пластинки. Никата. Могут выполнять фиксацию. Половая система. Раздельнополый. Половой деморфизм. Самка крупнее самца. У самцов задняя часть замокнута в сторону брюшка. Самки имеют парные органы трубчатого типа. Это яичники, яйцеводы, матки. Затем матки сливаются. Образует одно влагалище, которое открывается наружу в передней части тела на брюхе. Поясок. Самцы. Непарные органы трубчатого типа. Семиник. Семипровод. Семиизвергательный канал. Семиизвергательный канал открывается в задний отдел пищеварительного тракта. Самцы имеют совокупительные спикулы. Яичник самый маленький и не имеет просвета. Матка крупная, имеет тонкую стенку. Она забита яйцами. И перейдем к классификации по жизненному циклу. Имеются геогельминты. У этих паразитов имеется один хозяин. Личинки созревают в окружающей среде. Например, аскорида и острица. Биогельминты. Характерна смена хозяев. Ни одна стадия развития не проходит во внешней среде. Здесь можно в пример привести Ришту Трихинеллу.